Иван Шмелёв Не таится ли в том клубке надежда? Сны мои, те же сны, нездешние. Не сны ли моя надежда, намечающая нить новой, нездешней жизни? Туда не через ад ли ведёт дорога? Его не выдумали, есть ад. Вот он и обманчивый круг его, море, горы, экран чудесный. Ходят по кругу дни, бесцельной, бессменной сменой. Путаются в днях люди, мечутся, ищут, выхода себе ищут. И я ищу. Кружусь по садику, по колючкам, ищу, ищу. Чёрное, неизбывное, со мной ходит. Не отойдёт до смерти, пусть и по смерти ходит. Темнеет в моём саду. Молодой месяц уходит за горб горы. Почернела костель. Идёт с бабугана ночь. Под ним огневая точка. Сухая трава горит. Под будущую пшеницу. Не будут сеять пшеницу последние. Будут сеять другие, кто выживет и дождётся тучной земли. Тлением набравшей силы. Не костёр ли горит под бабуганом? Не страшно ему гореть. Каждую ночь погибают под ножом, под пулей. По всей округе, по всем дорогам. Округ всё узится. Везде доживают люди по пустынным дачкам. По шоссейным будкам, по хуторкам. Застрявшие дорожные строжа и строжихи. Былые прачки, беспомощные старухи. Матери с мелюзгой сыпучей. Некуда никому уйти. Пойти за горы? Дотащиться до перевала и умереть не слышно. Это они смогут сделать дома. А в шоссейной будке чего бояться? Изнасилуют девочку? Изнасилуют? А может и швырнут хлеба? Не убежишь из круга. Камню молиться, чтобы разверзлись горы и поглотили? Пожгло солнцем? Уйти? Бросить осиротевший домик и балочку, где орех красавец? Последнее поминание. Размечут, порубят, вырывают, сотрут следы. Я не уйду из круга. Табак весь вышел. Курю цикурей. Кто-то еще покупает книги, но у меня и книг нет. Зачем книги? А кто-то покупает. Кто-то говорил недавно про что? Да, большая энциклопедия. Когда-то и я мечтал купить большую энциклопедию. Продавали ее в роскошном переплете. Купил кто-то по полфунта хлеба. Зато кто-то еще читает большую энциклопедию. Да, когда-то писали книги. Стояли книги в роскошных переплетах за стеклами. Теперь я вспомнил. У Юрчихи тоже стояли в роскошных переплетах. Она и продала за полфунта хлеба. Зачем ей, хоть и большая энциклопедия? У ней внучек лет двух. Зачем малышу большая энциклопедия? Разве он вырастет? Старуха голову потеряла. Живет у самого моря в глухом саду. Сына у нее убили. Невестка умерла от холеры. Живет старуха в щели с внучком. Там пустынно и море шумит. Слушает она день и ночь свое море. И муж, и сын моряками были на своем море. Пришли и убили сына. Не будь лейтенантом. Пожалуйте, лейтенант, за горы от моря маленькие формальности соблюсти. Не уехал лейтенант за море. Остался у своего моря. Не оставили его у моря. Шумит оно у пустого сада. И день и ночь не дает спать старухе. Сидит старуха, нахохлилась в темноте. Слушает, как шумит море, как дышит мальчик. А жить надо. Оставили ей залог. Мальчик. У своего моря мальчик. И продала старуха лейтенантову шубу, запрятанную в камне. Кому-то еще нужна шуба. Хорошая, с воротником шуба. Не старухе жены надевать ее. А внучек, когда еще вырастет с отца, дорастет ли до шубы? Да еще и убить могут. Придут и спросят. А это у тебя чей мальчик? Скажет им старуха. Это вот этого того сына моего, вот которого вы убили. Моряка лейтенанта российского флота, который родину защищал. А, скажут лейтенанта. Так ему и надо. Всех изводим. Давай мальчишку. Могут. Убили в Ялте древнюю старуху? Убили. Идти не могла. Прикладами толкали. Пойдешь. Руки дрожали, а толкали. Приказано. От самого Белла Куна свобода убивать вышла. Идти не можешь? На дроги положим. Днем. На глазах. Повезли к врагу. И глубокого старика убили. Но тот шел гордо. А за что старуху? А портрет покойного мужа на столике держала. Генерала, что русскую крепость защищала от немцев. За то самое и убили. За что? Знают они, за что убивать надо. Так и Юрчихина внучка могут. Вот и не нужна шуба. Правильно. А говорят ли они по радио всем-всем-всем? Убиваем старух, стариков, детей, всех-всех-всех. Бросаем в шахты, во враги топим. Планомерно, победоносно. Заматываем насмерть. Вчера умер в профессорском уголке старичок Голубинин. Бывало, в синих очках ходил ерзал. Брюки старенькие. Последние. Дрожащей щеточкой чистил на порожке. Три месяца выдержали в подвале. За что? А зачем на море после октября приехал? Бежать вздумал. Отмолили старика, выпустили. Наладан дышит. Привезли вчера к вечеру, а в одиннадцать сподобил господь. Чайку попил. Хоть чайку удалось попить. А старуха-юрчиха добрая, как ребенок. Выменяла шубу на хлеб. На молоко, на крупу. Гостей созвала на пир. Поменительного, приставленного. Все приползли на пир. Хлебца попробовать. В молочко помакать. Нет шубы. Ходит по саду с внучком. На свое море смотрит. Придумывает. Чем бы еще поподчивать. Стулья до шкаф зеркальный. Набежит покупатель, какой с базара отвалит хлеба и молока кувшин. Опять приятно на людях есть. А если зима придет? А можно и без зимы. Можно устроить так, что и не придет зима больше. Ходит старуха по садику. Внучка за ручку держит. На свое море смотрит. Рассказывает про дедушку, как он по морю плавал. Вон и портрет его на стене. В красной раме. Висел и уполз со стен. Пришли и спросили. Это у тебя кто, старуха? Почему канты на рукаве? А муж покойный. Капитан? Моряк? Хотели взять капитана? Выплакала старуха. Не военный капитан, а торговый дальнего плавания. Слово только что капитан. И запрятала старуха своего капитана в потайное место. Кружит по саду. Кружит. Нет выхода. Кружу по саду и я. Куда уйдешь? Везде все то же. Напрягаю воображение, окидываю всю Россию. О, какая бескрайняя. С морей до морей. Все та же. Все ту же, точно. Ей-то куда уйти? Хлещет повсюду кровь. Бурьяна заполонили пашню. В сумерках я вижу под кипарисом белеть что-то. Откуда это? Мятые папироски? Табак? Да, настоящий табак. Добрая душа прислала. Папироски? Это, конечно, Марина Семеновна. Кто же больше? Она, конечно. Вчера она спросила меня, разве я курить бросил. Принес папиросы в адик. Не смог отварить калитку, не докричался. И бросил через шиповник милый. Вот спасибо. Табак чудесно туманит голову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok